Так, Лик управляешь с моим компьютером, как будто ты часто у меня дома бываешь. Захаживаешь? Да не. Как дела, Влюб? Сам спросим. Хорошо, блин. Ага, с вами Юлий и... Антон Власов. Антон Власов. Кто такой Иван Золо 2004? Я слышу впервые это имя, о чем не говорит. Я слышу во вторые, но я очень много раз его видел, где он сидит на стримах с другим чуваком. Тот чувак над ним смеется постоянно. Он тиктокер? Да, они оба тиктокеры. Иван Золо достаточно наивный, но каким-то образом покорил аудиторию. И сегодня мы хотим познакомиться ближе, потому что мы молодые мальчишки. Конечно. Мальчишка Антон, мальчишка Юлик, мы на стиле, на свэге. Подъебуем, ребят, что там сейчас? Посмотрим. Че там рэп-рок сейчас смотрим? Коза? Коза круто? Коза круто. Йо, щит. Я сегодня тоже посмотрел восьмую милю. Ребят, йоу-йоу-йоу, там что-то все рэп-рэп. На свэге, мы на молодежи, мы все-все прекрасно понимаем. Блин, давай быстрее мне завтра учить уроки в школу, йоу. Учить уроки отстой, чувак. А я ничего не могу сделать, родители отобрали у меня кабель. Круто, Джул. Видно? Нет, это не круто. Короче, сегодня мы узнаем, кто такой Иван Зола. Хотим быть в теме, чтобы щеголять потом перед молодежью в бане. Перед Пашкой и Шмальцем, чтобы не опозориться. Быть на волне, чтобы перед вами не позориться. Будем знать, кто это. Человек-тиктокер, снимает тиктоки. Смотрим. Звезда. Это он. Нихуя себе. Ух ты, блядь. Вот это их. Слушай, я так... Вот это, кстати, хороший кадр. Сразу это... Как будто... Молодежь, ребята. Ребенком нарисован. Ну ладно. Миллионы, миллиарды просмотров. Миллиарды. Что за талантливый парень? Это новая... Бель Дельфин. Нравится, да, вся вот эта вот молодежь сейчас? Ну уж явно не мы. Вот чем надо было заниматься в 2004-м. Ну а как же человек не матерится? Ему даже стример, популярный Эвелон, предлагал 500 тысяч рублей, если тот скажет мат в прямом эфире. Да ладно! И он не сказал. Эвелон, я готов получить 500 тысяч рублей за сказанный мат. Я могу миллионов на 16 наговорить? Нет, я не могу. За минуту. Я заказал себе грамоту. Что ты не будешь материться? Да, я у Тома Хэнсона видел грамоту такую за не ругание матом. Нифига себе. Бабочки, 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 бабочки. Круто, а и денег куча у него, конечно, да? Не знаю. Если у нас от 500 тысяч отказался легко, наверное, очень много. Слушай, ну если у него реально 500 тысяч, у него нет деньги. И при этом такой духовный, я не ругаюсь матом. Если кого брать пример, девчонки, а чё парень-то ничего? Не назовёт вас, блядь, по крайней мере. Не назовёт. Да. Ударит-ударит, но не назовёт. Кстати, что ещё хуже, непонятно. Лучше бы... Бьёт, значит, не любит. Это чушь. Это бред. Кто это придумал, интересно? Те, кто бьют, наверное. Это придумали те, кто в последнюю минуту, когда уже забирали мужа в милицию... Бьёт, значит, любят. Всё, они такие, ах, ну раз так, выходи, придурок. Сонарбой на баре си. Нихера какая, ну страшная картина. Пока я вижу обычного школьника. Под минимум, да-да-да-да, ты красивый. Питер 2492, ни о чём тебе не говорит? Нет. Вот, на экране написано. Выпустите меня из подвала, пожалуйста. К сожалению... Слушай. Нет, твоя тема. И точно твоя тема. Странный видос показываешь, не выпущай, а он... Что это за послание? Ты что-то в злор какой-то вступил, чтобы... А-а-а-а... Более труд... Более, я понял, да? Поняли, да, в чём дело? Значит, что получается? Ты с этим своим дружком Иванзола 2004 переписывались с голубиной почтой, и он, чтобы показать обществе... В подвале нет голубей. Ну... Кем это? На червях отправляли. И вот, и чтобы показали видео, чтобы он публично сказал, чтобы выпустили из подвала. Что за хрень? Что за хрень такая? К тому же, опасно сейчас кого-либо выпускать из подвала, потому что сейчас коронавирус. Коронавирус. И за вами будут наблюдать три моих помощника и приносить еду. Меня зовут... Что-то перепутал. Это три моих помощника. Ты, Кузьма и Дэншмат. Следить за ними. Меня зовут Моника. Я готова приносить еду. Что-то отдаёт Эльдаром Багуновым. Есть такое, немножко есть. О, кстати, смотри. Часика. Меня зовут Дискостю. Я готов всех развлекать. Ну что ж, добро пожаловать. У меня всё. Двигается он, бляха, очень пластично. Ты посмотри. И так, и всякое. Туда, и туда. Везде, в обратную сторону колени. Это дело разошлось. Где он вот так вот делает, и это ускорили ещё. Он прям туда-сюда скачет. Как маятник у моей бабушки в деревне вот так вот. Плавно, без остановки. Уже лет сорок. Прикинься, котик-пёсик. Что там дальше? Я не знаю. Хорошая песня. У меня на свадьбе будет этот, наверное. Это гимн на свадьбе будет. Воровайки. Ребят, Диаллапа, к сожалению. Блядь, я только оплатил этот. Денег нет, ребят. Карточку Петерлинка. Они врезались на чердак к соседям. Диаллапа у них ворует. Телефонная линия. Мы по телевизионному кадру работаем. К Кока-Колу пьют. Интернет сегодня дешевле, чем Кока-Кола. Вы всё не подключите. Да, нашёл дурака. Можешь мне несколько месяцев интернета вам оплатить? В честь Нового года. Подарок вам сделать, Никита. Нет, не надо. Не надо. Будем 144 пиз смотреть. Всё равно не знаете, что хотите. Слушай, я тебе скажу так, Юлик. Мы люди с Никитой не просим, не помираем с голоду. Но интернет тоже не считаем. Интересный факт. Кто-то в ТикТоке рассказывал. Почему вот так пили? Кто? Ну, раньше. А, ну почему? Потому что потом специи брали мизинцем. Чтоб мизинец не был слишком мокрым. Иначе специи налипнут на палец. О, ни фига себе. Аристократические всякие штучки читаешь? Нет, смотрю. В ТикТоке. Читать слово. Читать для дураков. Вы дурак? Нахуй вам читать. Ни одной книжки в своей жизни не прочитал. Я читать вообще не умею. Я тебе больше скажу. Очень плохо. Очень плохо. По слогам разве что. Примерно понимаю картинки. Буква 4 я знаю. А, В, Ж, Ю, Л. Короче, Иван Золотанцует. А сейчас посмотрим второго чувака, который вместе с ним ведет стримы и на его хайпе. Очень хорошо ты. И очень хорошо выезжает. Ты такой интересный. Ну, ясно. В общем, Иван Золотанцует. Слушай, может, Иван Гамас посмотрим, избранное. Не-не-не. Сейчас. Вот с этим парнишкой он вместе стримит. Блядь, я, короче, знаю, в чем дело. Просто у меня впечатление, что первый его использует как-то. Иван Золот такой наивный, а тот что-то там шутит. В личных целях, думаешь? Ну, для меня это выглядит так. Я не разбираюсь в ситуации. Я просто навешиваю ярлыки и не разбираюсь в ситуации в недругих людей. Ну, слушай, это правильно. Я считаю, я считаю, так и нужно в интернете. Не разбираюсь в ситуации и сразу... Что, Иван Золот, значит, получается, совет такой, да? Отвернись от своего этого парня. Или кто он тебе там такой? Я не знаю. Смеется над тобой, угорает. Что-то позвольте на весь интернет. Скорее всего, может, и угрожает. Вы 19.00 или 20.00? Алло. Ну что, мы по времени чуть опоздали, Иван. Как вы думаете, это плохо? Да, самое интересное. Да нет, нормально. Это стримник совместно идет, да? Да, все угодно. Несколько раз опаздывал, и это нормально. Это нормально? Стой, подожди. Тебя за это. Ну, это не хайлайты, нет, давай хайлайты. Про 500.000 я хочу посмотреть. А что за 500.000? 500.000 мы обещали. 50 же. 500.000, Иван Золо. За то, что матом поругается? 500к за мат, да. Матная. А матная нельзя, потому что мама наругает. А она смотрит его стримы? Я не знаю. Для меня Иван Золо загадка. Нет, 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 нет. Смотри, смотри. Вот, представляешь, люди, чтобы заработать 50.000 рублей, им надо каждый день в течение месяца ходить на работу. 50.000? А тебе нужно сказать. А. Ёбаный пиздец. Ой, все. Нет, я сдаюсь, мне хватит этого. Бля, знаешь, что такое деньги. Я думаю, пока нет. Ну, молодой, наверное. Не, ну, как бы, понимаете, в чем дело? Свой имидж, конечно, портить сразу не надо. Не надо быть сразу, там, как бы, отъявленным ублюдком и говорить, там, материть, мастершинником полным. Нужно как-то тоже, как бы, понимать, да, баланс между кривлянием и между своей личной жизнью. Вот у него картинка сейчас не самая лучшая, можно было лучше сделать, можно было светлые теки купить. Надо было мотюкнуться, думаешь? Ну, я считаю, что если это бы повлияло на его дальнейшее улучшение качества контента, то почему нет? Но если же он, как бы, на хуйню промотает, то пускай лучше не ругать. Как далеко ты готов зайти ради улучшения качества? Я уже и так слишком далеко зашел. Я вот пакет пятерочки натянул на свет. Тысяча еще от себя. Еще я пятерочек от себя. Сто тысяч рублей. Я не буду ругаться матом, блядь. А он цену повышает. Он, может, миллион хотел, но на пятиста все равно. Вы делаете все? Баня, двести тысяч ровно тебе переводят на карту твоей мамы. Триста тысяч рублей. А потом карту мамы банят. Да, за... Все счета банят, говорят, куда вам такие деньги приходят в Сбербанк. За то, что мой сын ругнулся матом. А вы что херни несете? А обнамом каким-то занимать, отмывкой. Мы вас посадим. Все, все. Показывайте, блядь, да, где, откуда взяли. Нет. Нет, за 300 тысяч рублей? Нет. Не все покупается в этой жизни. Вот два слова. Это яркий пример. Все покупают. Просто надо было больше предложить. Блядь, что же ему миллиард предлагать за то, что ему сказал мат? За миллиард он бы сказал мат. Не, ну это чушь, миллиард чего. Фантин. Про-пробок. Про-пробок дорого. Два слова. За 300 тысяч. 300 тысяч? Ты макбук можешь новый купить. Я не буду ни за какие это... Мама потом, наверное, смотрела и думала... Блядь, что же я... Прям с кухни вот так вот. Блядь. Блядь, зачем я его ругала за мат? Какого хуя? Ваня, иди сюда. Полмиллиона. Тебе давали. Перепиши этому мальчику и матерись вообще. Все, что знаешь, говори, я приду буду материться, чтобы он нам скинул эти полные. А теперь, знаешь, как будет цена? Пять тысяч? Нет. Рубль за одно матное слово. А-а-а. И у него будет просто... Безостановочно. Да-да-да, и он на 500 рублей наговорил за весь стрим. Все такие нихероты. Это матерные слова, это... Да ладно, а давай вот такое простое, типа... Ты, типа, такой стоишь, стоишь, такой... Ты сучара ебаная. Вот простое такое, лайтовое. Ммм... Триста тысяч! Сука, литературное слово, хотите, Ваня, сказать. Сука, литературное. Один мат. Один мат. Триста тысяч рублей за один мат. Ни в коем случае. Бля, моя голова начинает немножко изменить то, что... Разговор ни о чем. Чуваку говорит, просто скажи эти деньги. Он такой... Я не могу. Уф, я не могу. Я не могу. Вот это стержень человека не скажет. Ну, слушайте, это хорошо то, что он может, знаешь, прямо вот, зная себе цену. Он не знает, он просто не знает цену этим деньгам, поэтому отказывается. Это дело не в благородстве, мне кажется, а просто в наивности. А, он, видимо, скорее всего не работал за 9500 рублей. Ты за 9500? Я за 12 работал. Ух ты, бля, богатей. Я продвигал сайты. Ну, у тебя и должность была высокая. Да, в офисе сидели. Жопу грели, кофе гоняли. Я продавец-консультант был. У тебя работа посложнее. Посложнее была. Ну, такая же. Жопу грели, жопу грели, жопу грели, жопу грели. Холодно. Ништяков нету. Все как в гараже. Пиздец вообще. Нет, в гараже у тебя комфортнее, я уверен. У тебя там пушка есть хотя бы, которая обогревает. Есть еще одна пушка. Игрушек много. Машинок там всякий. Все заманивает меня. У меня вот такие бумаги. Я купил недавно новый паяльник. С керамическим жалом. Не надо лудить его. Классно. Эх, только не умею пользоваться. Кто бы объяснил бы? Блин, я бы мог, наверное. Не знаю никого, кто мог бы. Блин, я бы мог, я бы мог, я бы мог. Юлик, а не знаешь, кто мог бы? Я бы мог, я бы мог. Не знаю. Чего ты не называешь мне доверия? Не, я хорошо справился. Точно? Точно. Я просто кого-то пал в гараж не зову. Ну, я с мамой приду. С мамой? С мамой, да. Ну, с мамой неинтересно. Не, меня мама не отпустит. А если мы скажем маме, что ты пойдешь на самом деле не в гараж? А куда? А куда? А куда тебя мама может отпустить? От одного? К бабушке. Вот к бабушке и пойдешь. Хорошо, договорились. А на пять минут? Собежишь в гараж. Просто покажешь, как это работает. Уговор. Договорились? Я нож с собой возьму. Бери. Верну тебя. Хорошо. Отбиваться буду. Бери, бери. Что хочешь, бери с собой. Гранича нет. А потом такой, ну что, все. Когда уже нож на полу лежит, я стою с двумя. И ты такой, все. А я же сказал, бери, что хочешь к бабушке. К бабушке хочешь. К бабушке. Ты можешь купить реально машин. Ты пойдешь к бабушке. Через полчасика. Ну, какой это за эти деньги? За одно слово. Вот такая пачка, Вань, по пять тысяч. Да, ну, че это ватные диски показывают? Ни хрень собачья. Все, не скажешь. Но они тоже ожидают. Он не понимает, что это такое. Они должны говорить языком выгоды. Это звучит как сто тысяч миллионов. Что такое сто тысяч миллионов? Сколько ты считаешь полмиллиона жвачек турбо? Ты знаешь, сколько мешков торб, блять? Понятия не имею, сколько это мешков. Хорошо. Пятьсот тысяч. Сколько? Сколько это видеокамер? Камер, как у тебя. Сколько? Сколько? Одна с половиной. Ну, не, почти две. Скип нахуй. Почти две. Так и второй в офисе стоит. Если с объективом, то почти две. Она вообще не дешевеет, учитывая современную ситуацию в мире. Почти две камеры не полу. Блять, можно сказать, что машину можно купить. Надо сказать, можно квартиру купить на эти деньги. Ну, правда, в небольшом городе поменьше. Ну, ты как ребенку объяснишь? По сути, он ребенок, он школьник еще. Скажи ему, что игрушек купишь. Он потом вырастет и будет, как тот чувак, который за 15 биткоинов пиццу купил. Чувак, наверное, вообще сдернулся. Пиздец. Не скажет, да? Вот такой я святой человек. Ой! Ну, это немножко по-другому называется. Молодец. Я тебе потом вне с 3-ма скажу. Это чуть-чуть иначе. 300 тысяч! А там такие, знаешь, на контрасте таком пацаны сидят такие там с дуделками. Ай, мать! Слушай, для тебя вот сказать мат, это все равно, что очко было показать. Это табу, это запретно. Ты продался. Слушай, мы маме покажем видео, где ты материшься, так что очко придется показать. А, то есть вот как оно работает. У него будет собираться постоянно 2 компромата. Ну ладно, а потом 2 компромата, а потом ваня. А если сейчас не сделаешь, что мы скажем, мы покажем, ты маме как-то очко показываешь и матом ругаешься. И в интернет выложим. Ты ж плохой. Ты плохой человек. Вот так. Хорошо, я сделаю еще что-то. Потом соберу целый терабайт и выложу. И вот, эй, вы же мне... А деньги, а денег нет. Они сказали, как все челленджи выполнишь. Это сколько? Все. Миллионы. Блей за один мат. Миллион? А, помню. Хватит 50. Да, пожалуйста. Отпусти мне, мне больно. Они позвали его просто... Ладно, последнее предложение. Пол миллиона... Они Эвелона позвали на стрим. Миллион за один мат. Ёмаё. Он не шутит, Вань, подожди. Пол миллиона рублей. Подожди, Вань, не открывай рот сейчас. Послушай, секунду. Послушай, секунду. Эвелон, он говорит это на стриме на 58... Я тебе скину реально эти деньги. Это ни капли, ни шутка. Вообще, это не прикол. То есть, если ты скажешь, он не скажет. Это переводчик с человеческого на Иване. Да-да-да-да-да. Иван не понимает, что есть дадут деньги. Что такое 500 тысяч? Я не скажу, я реально... Кремль? Я реально даст. Он реально даст. По-настоящему. Не, ну что это такое? Ну, это и на 50 рублей не тянет. Всё, я понял. Всё, как хочешь. Всё. Парень, наверное, выдохнул такой. Слава Богу! Слава Богу! Что, не придётся платить полгрома? Слава Богу! Чё-то я погнал! Чё-то я погнал! Забыл, что меня 50 тысяч человек смотрят. Господи, господи, рука трясётся. Я не знаю, что он делает. Всё, я понял. Он не хочет. Святой, он не хочет. Вы не поняли? А вы не поняли? Что? Нет. Никто не понял. Я по-тихому там сматернулся. Нет, ну это так не работает. Так не работает. Нет, подожди. По-тихому это... Нет, по-тихому. Ты понимаешь? Ты понимаешь такое... Сколько? Ладно, давай так. Сколько ты зарабатываешь в месяц? По 20 тысяч. При том, что 15 мои. Ну, я тебе кидаю. Стоп, подожди. Ты зарабатываешь 20 тысяч рублей, но сейчас ты отказался... А вообще, а вообще как получится? Ну, ясно. Ну, максимально сколько? Максимально? Ну, двадцатка выходит. Ну, то есть от 20, но максимально 20. Максималка 20 и максималка 20. Да. То есть, подожди. Ну, стабильность, что ли? У человека ровненько 20-очка. Нормально. Он отказался от 25 своих зарплат. Нет, сколько? Подожди. 25, да? Сколько? Я не могу сказать. Эвелон. Ты меня долго будешь заставлять так? Нет, нет. Я просто спросил. Все, я уже отошел. Я просто спрашиваю. Ты сейчас... Ну, вот реально, да? Ты понимаешь, что ты... Ты можешь собой гордиться. Да был бы чем. Я не знаю. Я и так собой гордюсь. Не, ну а что? Человек, на принципе... Ну, ему сколько? 16, 17. Когда тебе 30, вот, и ты скажешь, нет, я эти деньги не возьму. Я понимаю им цену, но я не хочу придавать свои какие-то идеалы. Тогда, да, это стоит уважения. А когда тебе 16, 17, ты такой, сидишь где-то на стриме с какими-то людьми и такой, не, я не буду материться. Ну, что это такое деньги? Я не знаю. Он возьмет вот так искать цену какие-нибудь стримы, галимые, знаешь, которые с этим стрэшем полным. Просто... Начнется с мата, потом реально, как ты сказал, скажут, что матч будет. Будет вангамаз, да. Понимаешь, его все будут потом давить на то, что, да бля, ты один раз тоже такой, я принципиальный, я не соглашаюсь. Потом согласился, вопрос цены просто. Давай рассказывай. А с другой стороны, у него больше не будет такого в жизни момента. Никогда. Ну, вот, ну, все, вот он был, он выбрал жизнь честного тиктокера, который будет только плясать своей пластичностью, зарабатывать деньги. Сейчас пару месяцев пройдет, и все это кончится. Или даже быстрее. А если нет? Месяц, месяц. Да ты что, у всех проходит. А как ты думаешь, тебя бы мама похвалила за то, что ты отказался? Конечно. Да, она, конечно, будет рада. Я уверен. Ясно, кстати, как думаешь, если ты ей скажешь, мне сегодня Эвилон на стриме сказал сказать матное слово за полмиллиона рублей, и я отказался. Скажи, как думаешь, какая у нее будет реакция, честно? Ой, она меня наругает. А, она меня наругает? Все-таки да. Ты думаешь? За что? Да, да. За что? За плохое слово. А, за плохое слово. Я думал, она наругала бы за плохое... Я понял. А она за плохое слово тебя наругает. И то, что ей полмиллиона придет на карту, она особо не отреагирует. Она была строга. Ну, с другой стороны, а что нет? Вот, а если парень действительно имеет уважение к старшим, к своей маме, ну, нельзя ругаться матом, ну и все. Нельзя. Ну, вот так вот завезено в семье, понимаете, да? Зачем? Что-то против семьи идти. Какие бы деньги ни были, Юлик, самая ценная, это то, что у тебя внутри. И такие деньги не копят. Ливер у тебя внуто. Ливерную колбасу выкрути с меня. Печень легкие, сердце поджелудочное. Требуха всякая. Требуха. Слушай, ты понимаешь? Извините. Не, правда. Вот я без суток говорю. Ты понимаешь, что ты реально можешь с собой гордиться? Ты отказался от 25 своих зарплат, чтобы не сказать слово. Ты не пошел, понимаешь? И смотри, 15 секунд, Иван сказал плохое слово. А, где? Ну-ка, за бесплатно? За бесплатно. Есть видео. Давай, покажи мне, что-то я не замечала этого. Слушай внимательно. Я тоже последний зацени мою. О, классно. Да? Пизда. Я тоже последний зацени мою. Что это было? Да, это нарезали. Наверное, нарезали. И он сразу... Люська взял такое слово. Но он мог бы позвонить, сказать, что где мои 500 тысяч. Я все-таки сказал. А он записал какой-то тикток, он там что-то говорит и просит деньги. Так уж все, уже все отказали, уже поздно. То есть ты считаешь, нужно было соглашаться? Ну, он же потом записал тикток. Я только исходя из того, что он делает. Он записал тикток, где он говорит матное слово и говорит, и вылунж, дуй свои 500 тысяч. Это так не работает. Да. Тебе когда в тот момент надо было. Ты говорил, все, я никакого мата никогда не скажу. А потом записываешь тикток, где просишь денег. Все. Момент упущен. Но это урок на будущее. Но с мамой у них такие отношения, видимо, потому что вот не коглазь звонит маме. Привет, привет. Я мама. Нет. Как дела у тебя? Что ты делаешь? Нет, Иван, тут все серьезно. Нет, Иван, тут все серьезно. Алло. Ты что, серьезно? Я сейчас ревнулся. Я вот, да, я вот это видел, я не понял, в чем прикол. Но к пацанам просто угорают. Подожди, а ты откроешься? К маме? Не бери трубку! Ты хера знаешь. Ты что-то прав был, когда сказал, что этот парень издевается все-таки над ним. Это как бы центральная мишень, которую можно там и поугарать, и матом он не ругается. Ну, такой вот парень странноватый, может, где-то, а может, просто наивный, молодой. И это ж не повод, это звонить его вообще маме. Но он не звонит его маме, ну, типа, просто на номер какой-то. Может, своего друга говорит, не бери номер. Я просто не понимаю, почему у нас все такие... Нельзя говорить плохо про других, нельзя думать плохо про других. Ну, смеяться над чуваком, у которого небольшие задержки в социализации, спокойно можно на стримах и все это поддерживают. Что за хуйня? Ну, вот и хуйня, в том и дело. А что за двойные стандарты? Все как обычно, конечно, тройные, четверные, какие угодно. Неужели ни у кого не возникло мысли, типа, а что за хуйня происходит? Пацан-то он переживает, убежал. Переживает. Очень сильно переживает. А мы сидим, гасимся или как? Или что? Или это теперь норма? Норма, по всей видимости. Может, тоже будем угорать над ребятами? Что, будем звонить сейчас? Не, просто найдем кого-нибудь, травить будем. Стримы запускать, денег давать, смеяться. Нормально? Нормально? Мы так не сможем, конечно, делать, потому что это абсолютно, мне кажется, бесчеловечно. Вот в чем кончится эта сценка. Да ничем. Не бери трубку! Так а что смешно, это маме звонит его, и что он скажет? Ну, он не маме звонит, другу своему, просто номер переписал. Да, мне кажется. А Ника Глай там с мамой разговаривает, пытается объяснить. Хуйня собачья. Какая-то хуйня, реально. Ваня. Вань, что это было? Вань. Что это было? Почему ты идешь и говоришь... Да так смешно ему, так я тебе советую. Можешь еще на стриму зайти, где за деньги люди и бьют. Да, там повеселишься, блядь, от души. Валя. Валентин, да. Его там из-за трусы подвесят. Пиздец, пиздец. И помоями оболют. Вообще поугараешь. Вот я про это и говорил. То есть, как бы это все скатится, просто-напросто в трэш-стримы какие-то, которые будут уже за какие-то челленджи. Вот парень, может быть, расстроился, что не получил денег, например, да, мама сказала маме, похваставшись, что вот, я не взял, я вот такой вот честный. Она ему действительно сказала, что почему ты думал? Знаешь, цены деньгам. И все. И потом он пойдет по наклонной, будет ему деньги кидать. Все за деньги. По 100 рублей, по 200 будет делать, что ему скажут. Ужас, ужас, друзья. Я считаю, это неправильно. Типа самое такое, что безобидного берут человека, да, который прям вот ничего тебе не ответит, матом не ругается, ну такой достаточно наивный, да, в силу возраста. И все, смеемся над ним коллективно. Давайте, блядь, травить. На этом все? Да, пиздец, конечно, все, блядь. Да, тут ничего не сказать. Смеху не сказать сверху, да. Я не понял. Не будьте такими, ребята, но если увидите, что человек, ну, наоборот, может быть, общение хочет, или, скажем тогда, какого-нибудь совета, ну, помогите. Мне кажется, он просто не в ту ситуацию попал и не к тем людям. Издевается как-то над ним. Не к тем людям, да. Мне неприятно смотреть. Его, может, какой-то тикток хаос бы поместили, где там все дружно сидят. А какой тикток хаос его? А как? Ему вообще из тиктока надо уходить. А у него, слушай, у него тиктоки много подписчиков? Наверное, наверное. Все. Пускай сам работает. В общем, проблема. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте, ставьте, друзья. Травите людей. Смеетесь над их наивностью. Давайте им деньги. Издевайтесь, звоните их мамам. С вами был Юлик, Антон Власов. Всем пока. Сюда не живет. Все равно. Все равно. Все равно. Субтитры сделал DimaTorzok